всем огромный привет просили меня показать как развиваются детки фиалок на фитиле спустя время после пересадки интерес вызвали в фитильном поливе именно пенопластовые шарики как с ними развивается корневая система вот показываю те детки которые были недавно пересажены на фитиль примерно пару недель назад сейчас я как раз буду доливать воды в емкость и заодно показываю вам заметно они подросли вот такая вот корневая у деток сейчас камера сфокусируется вот такие вот замечательные беленькие корешки здоровая корневая система быстро оплетает субстрат у некоторых деток корешки пошли на фитильную нить вот как видите вот через дренажное отверстие прошли то есть фиалочки замечательно себя чувствует растут сквозь пенопластовые шарики корешки с ними субстрат легкие воздушные хорошо проходит воздух вот и корешки замечательно растут интенсивно так вот розеточка более симметрично наращивается все зам еще покажу одну детку так вот тут тоже такие вот корешки беленькие хорошенькие оплетают стаканчик вот как видите обильно заполняет субстрат своими корешками вот то есть фиалочка все нравится и прекрасно они себя чувствуют также спрашивали как часто надо наливать воду в емкость но частота пополнения водой она зависит от вашего резервуара на котором стоят у вас фиалочки от температуры в помещении от размера самой фиалочки от размера розеточки поэтому здесь нужно учитывать все эти моменты точные пропорции здесь не нужны смотрим по своим условиям выращивания и вы увидите сколько фиалка пьет и сколько нужно воды также спрашивали почему фитилин не тянет воду здесь может быть несколько причин может быть неправильно составлен субстрат субстрат должен быть легкий это торф с добавлением разрыхлителей перлита или пенопластовых шариков тяжелый земельный субстрат для фитиля не подойдет также может быть причина в самом фитиле у меня фитиль из капрона никогда не было проблем всегда он тянет воду если вы например взяли синтетический шнурок который например для хозяйственных целей берется у каждого он может быть разный размер диаметр и вот нужно правильно подобрать его ну а капрон есть капрон отлично работает в качестве фитиля при фитильном поливе фиалочка всегда напитана водой и такие белые корешки как я вам показала бывают только у здоровых растений иногда на фитиле можно просушивать фиалочки для своих условий для деток и взрослых розеток из-за размера горшочка из-за конкретной фиалочки время просушки может быть разное можно и не просушивать грунт более влажным не будет фитиль отдаст столько влаги сколько готов питать грунт и фиалочка зеленью ничем таким емкости с водой у меня не покрывается стоят они у меня под светодиодным освещением и некоторые вот часть на подоконнике как вы видите солнечные лучи сюда не попадают поэтому проблем с позеленением воды у меня нет вот эта часть фиалочек которая посажена на фитиль еще на стеллаже стоит много переведенных и еще надо перевести часть деток этих на фитиль вот так вот замечательно растут развиваются как-то на фитиле мне кажется быстрее начинает расти розеточка формируется она более правильно симметрично вот и никаких проблем с поливом очень сокращает время и к тому же фиалочкам очень нравится на этом друзья я буду заканчивать это видео оставляйте свои комментарии задавайте свои вопросы всем хорошего настроения пышного красивого цветения вашим фиалочкам и до новых видео всем пока